Ваше Высокопреосвященство и Превосвященство, дорогой Владыка Кирилл, многочтимая Матушка Домника, высокие руководители Екатеринобургского края, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с воскресным днем с памятью Жен Мироносец, святого Иова Многострадального и с освящением главного храма Новотихвинского монастыря. Сегодня особый день, день памяти святых Жен Мироносец. Мы знаем, что эти женщины сопутствовали Спасителю вместе с апостолами. Они, наверное, помогали, в том числе и неся какие-то бремена по бытовому устроению апостольской семьи. Но что самое примечательное и важное, почему так прославляет Церковь Жен Мироносец? Потому что, когда наступили страшные моменты, связанные с истязаниями Спасителя, а затем с распятием, то апостолы в страхе разбежались. Те, к которым он адресовал все свои слова, те, которые были свидетелем его величайших чудес, включая воскресение четверодневного Лазаря, все в страхе разбежались. Животный страх, инстинктивный страх за свою жизнь затмил все. Они забыли о верности, о преданности, они забыли о тех словах, которые не обращали Спасителю, а Петр, который клялся в верности, трижды отрекся о Спасителя. Все из-за того же страха. А слабые жены, мироносицы, те, которые все время оставались в тени, про которых Евангелие почти ничего не говорит, они остались вместе со Спасителем. Они подымались вместе с Ним на Голгофу. Они стояли около его креста. Никакой страх преследования, никакой страх смерти не мог разрушить их любовь за Спасителю и их преданность ему. Мы имеем еще другой пример удивительной преданности жен мироносиц. Это история, послереволюционная история нашего Отечества. Когда начались гонения на церковь, когда открытое исповедание веры соединялось с угрозой смерти или заточения. Начиная от того самого поступка, о котором вы только что, Матушка, сейчас сказали. Когда многие жители Екатеринбурга готовы были растерзать царскую семью, или стрелять из пушки по дому, где он находился. Когда даже гонителям, арестовавшим его, надо было скрывать от этой человеческой ненависти. Наверное, как страшно было проявлять чувство солидарности и поддержки. И ведь рядом не было никого, только сестры Новотиктинского монастыря, которые действительно приносили пищу, проявляли заботу, подвергая себя смертельной опасности. И, как известно, в конце концов они погибли за эту преданность и верность. А затем, в последующие годы, сильные мужчины, делавшие карьеру, образование, даже сохраняя в сердце веру, боялись. Боялись присутствовать на крещении своих детей, хотя знали, что их крестили. Боялись сами перекрестить свой лоб, хотя в глубине оставались верующими. А кто сохранил веру в нашей стране? Жены, мироносицы, наши матери и бабушки. Те самые, которые ничего не боялись. Их вызывали и говорили, лишим пенсии. И это их не пугало, хотя ничтожная пенсия была единственным средством к существованию. Говорили, выкинем из квартиры, не боялись. Хотя ничего, кроме маленькой комнаты в коммунальной квартире, у них не было. Именно они крестили наш народ. Именно они сохранили преемственность от тех славных времен расцвета русской церкви до того времени, когда исповедовать Христа уже стало не страшно. Жены, мироносицы, земли нашей, пронесли эту веру. И до сих пор, встречаясь с людьми среднего и старшего возраста, которые ныне ходят в храм, исповедуют православную веру, спрашиваешь, а как было в вашей семье? Откуда в вас вот эта вера? И ответ обычно такой, да мы же росли безбожниками. И только бабушка напоминала нам о вере. Она нас тайно отнесла крестить. И потому мы стали крещеными. И вот этот подвиг верности наших, российских, жен, мироносец, он и содействовал тому, что когда наступил час и время пробуждения, было кому пробуждаться и было кому возрождать веру. Мы празднуем сегодня память святаго Иова Многострадального. Промыслительно, что именно в этот день, 145 лет тому назад, родился государь-император Николай II. Поразительно то, что день его рождения совпал с памятью Иова Многострадального. Это ветхозаветный святой, который был богатым человеком, но Бога Господь попустил, чтобы дьявол сокрушил все его богатство, чтобы он потерял все, и деньги, и положение, и дом, и семью, и друзей, и оказался на гноище, на свалке. И искушая его, дьявол говорил, но где же твой бог? Ведь он тебе не помог. Он не помог тебе сохранить твои деньги, твою власть, твое положение, твои красивые одежды, твой дом. Ты на свалке жизни, все закончено. Какую же огромную веру нужно было иметь, чтобы не поддаться этим лживым словам, этому внушению, чтобы остаться преданным и верным Господу. Я знаю, как иногда люди, которые помогают церкви, а потом вдруг имеют какие-то временные, материальные неудачи, приходят с недоумением и говорят, ну как же так, церкви помогал, а вот этого лишился, и дело пошло не лучше, а хуже. Это трудно иногда таким людям убедить, что вера – это не лотерея, это не выигрыш того самого билета, который моментально дает и навсегда благополучие. Вера – это жизнь с Богом, а Бог проводит через радости и скорби, иногда испытывая нашу веру. И, наверное, каждый в глубине души, покопавшись в своей собственной истории, может сказать, что и он проходил через такое испытание. Но каким же страшным испытанием было для государя-императора предательство всех, кто был рядом с ним – генералов, министров, тех самых придворных, даже родственников. Он остался совершенно один, тот человек, который столько сделал для России, сколько, может быть, не сделал ни один император, потому что именно за время его царствования Россия стала великой державой. Значительно вырос уровень благосостояния людей, появились зажиточные крестьяне, стали появляться высококвалифицированные зажиточные рабочие. Распространялось образование, наука, модернизировалась армия, Россия становилась вторым государством в мире по всем показателям. И, казалось бы, такого человека надо на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом и своей кроткой внешностью, никогда никого не обижая и даже не оскорбляя, сумел так организовать работу страны, что за короткое время, в том числе и пройдя через испытания революции 905 года, стала сильной и могущественной страной. И война, которая была развязана именно для того, чтобы ослабить, подорвать Россию и ее уничтожить, ведь не смогла ее подорвать и уничтожить, потому что, пройдя через тяжкие испытания и разочарования первых лет войны, народ наш собрался, как он собрался, в Великую Отечественную войну, и началось мощное наступление, которое грозило полным разгромом противника, и в это время народ соблазнился. «И отрекся от царя, от родины, от веры, и манимый призраком благополучия и некоего равенства, которое никогда не наступило, разрушил свою собственную страну, разрушил святыни, отрекся от Бога и от царя своего». И ведь все это чувствовал царь Николай и семья его, будучи здесь, в Ипатьевском доме, в полном одиночестве, кроме и кроме тех, жен мироносец из Тихвинского монастыря, что приходили к ним с мешочками в пище. Но царская семья сохранила веру в Бога, преданность Господу, никакого ропота ни на Бога, ни на гонителей. То, что мы знаем о последних днях жизни этой семьи, поражает подлинно христианским отношением к скорбям, к оскорблениям и даже к смерти. Они простили своих гонителей и убийц. И в подвале дома должны были уйти в небытие. О них больше никто не должен был вспоминать. Поэтому и прах их должен был быть уничтожен. Но ведь не получилось. И сегодня, в день 145-й годовщины царя, страстотерпца Николая II, мы вспоминаем с благодарностью и благоговением его имя и имя его семьи. Видя в нем пример исповедничества веры, подобно тому, как исповедовал веру в Господа, несмотря на жизненные страдания, тот, в день памяти которого он родился, святой Иов многострадальный. Вот эти примеры учат нас тому, что преданность Богу, хранение веры и верности являются величайшими ценностями. История нашего Отечества учит, что наша вера и верность Богу всегда соединялась с любовью к Отечеству, с заботой о своем народе и о своей стране. Вот почему православная вера всегда на примерах святых угодников и сегодня на примере царственных страстотерпцев учит людей любви к своей стране и своему народу, верности Господу, верности Его промыслу, преданности Ему даже до смерти. мы станем действительно великой страной без сомнений при соблюдении одного только условия, если мы сохраним верность Богу и любовь к своему Отечеству. Вот тогда никакие соблазны, никакие посулы, никакое обещание красивой, моментально прекрасной жизни, как где-то там в других странах, не соблазнят нас. Если в обмен за это от нас потребуется отречение от Бога, от Церкви и предание принципиальных, глубинных интересов Отечества и народа. Опыт, через который мы прошли в 20 веке, потрясает своим драматизмом. Как много крови, как много страданий. Иногда говорят, что ребенка нужно наказать, чтобы он больше не поступал плохо. И действительно, иногда наказания с любовью, совершаемые родителями, исправляют недостатки детей. Мы были страшно наказаны за богоотступничество, за предательство своему Отечеству, за разрушение своей страны. И, наверное, более страшного наказания невозможно представить, как последующие после революции страшные десятилетия. Будем навсегда помнить этот урок. Будем держаться крепко, крепко-накрепко за веру православную, которая является стержнем всей нашей народной жизни. Будем доверять тому, чему нас учит сам Христос, как доверял Господу до последнего издыхания царь-страстотерпец Николай II. И верим, что силой веры пробудится окончательно наше национальное самосознание. Мы станем действительно сильной, свободной страной, в которой легко дышат человек и в которой люди бережно сохраняют самую основу своей личной и национальной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok